Боже милостив, будь мне грешным! Создав имя Господи, помилуй меня! Бесчислависто грешил Господи, Прости меня грешным! Помилуй! Достойно есть, ако воистину блажите, Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, Матерь Бога нашего, Счастнейшую Херувим и славнейшую воистину Серафим, Безысление Бога, Слово Рожешу Исущую, Богородицу Тя величаем! Слава Отцу и Сыну и Святому Духу! И ныне и пресно, и во веки веков! Аминь! Господи, помилуй! Господи, помилуй! Господи, благослови! Воскреса измертых! Господи Иисусе Христе, Сыне Божий! Молитва ради Пречистой Твоей о Матери, Сына Чеснаго Животворящего Креста, Святых Ангелов наших родителей! И всех ради святых помилуй! И спасти нас, якоб благий си и человека любит! Аминь! Боже, милость и будь мне грешену! Создав ими, Господи, помилуй меня! Вечно славится, грешил! Господи, прости меня грешного! И помилуй! Небольшое вступление перед молитвой! Слушайте очень внимательно, кто не знает! Вот это семи поклонный начал называется! На него не влияют никакие праздники! Вот два земных поклона! Когда читаем Господа Иисусе, тут второй раз без крестного знамени! Не надо креститься, а просто земной поклон! Независимо от того, постные дни или не постные! Но вот сейчас мы накануне Пасхи! Сегодня строгий пост! Это единственная суббота в году постная! Желательно не пить, не есть! Если есть возможность, человек не волен там! Слушай, ты заболен! Это единственная суббота постная в году! Завтра Пасха Христова! И вот мы читаем, круглый год достойно есть всякого истину! Но с завтрашнего дня эта молитва не считается! На место ее будет святись и святись в Новый Иерусалиме! Слава Богу Господь на тебе воссия! Ликуй ныне веселись и сионе! Ты же чистой красуйся, Богородица! О, восстание Рождества твоего! И тоже земной поклон! На место достойно именно вот это! Царю Небесный завтра уже не считается! А на место Него Христос воскресе из мертвых, смертью и смерть поправ, сущим во гробе живот даровал! До Троицы! Троицы что это? Семь недель! Семь и семь, сорок девять, пятидесятница будет называться! Вот это большое отличие от других утренних и вечерних молитв! Это распространяется на все моления! И в храме, и дома, везде! У нас братья Надей думали, так рассчитывали, что они уезжают с батюшкой, а он пасхальную ночь проводит там, в Потеряевке, а утром приезжает сюда, ночью едет! Сразу богослужение, на поезд, в среди ночи! Он в понедельник утром должен быть? Да! Да! Ну, чтобы в понедельник утром-то попасть! Чтоб приехать и тут будет служить! И думали, что с ними и уедут братья! Но обстановка изменилась кое в чем! Если бы они уезжали, это было бы последнее сегодня моление! Вечером уже мы будем в храме, и последнее вообще может быть до октября месяца! Но они останутся, как мы думаем! Также надо, чтобы были утренние и вечерние! Это светоносная неделя называется! О чем молиться? Это надо знать! Сегодня где-то будет крестный ход! Рядом в храме, храм, кто есть, ходит! Сегодня целый день! Всем свободный доступ на колокольню! И ты можешь нам звонить во все колокола! Сегодня единственный день! Ну, когда не видели, пасхальный! Разрешается приветствовать всех! Независимо от пола сегодня нету! Ни мужеского пола, говорится, ни женского! Ни раба, ни свободного! Так что, господин, царь может подойти и любого нищего поцеловать! Ну, конечно, старший подход, а не так, чтобы все нищие бросились на царя целовать его! Вот, как вот все продумано в церкви, чинность какая! Тех, которые отошли от церкви, ничего не имеют! Какая пища, меняется все! Праздничные одежды! Ну, все абсолютно меняется! И все направлено к тому, чтобы показать воскресенье! Вот есть такой был Вячеслав Полосин, священник! Он с Глебом Якуниным работал в специальный отдел, патриархия создала! Посмотреть, как священники сотрудничали с Коммунистической партией! Какие у них клички были, все узнали! Вот, патриарх Алексей II Ридигер! А у него кличка-то не такая была! Дроздов! КГБ-ская кличка! Патриарха вот этого, сегодняшнего, Михайлов! А на самом-то деле, у Дегундяев! Там в разработке, когда или сотрудник, у него там все стали разоблачать где-то! И вот священник этот, Вячеслав Полосин, проходит какое-то время, он принял мусульманство, отрекся от христианства, от Христа! Там у них каким-то богословом стал! Ну, я просто свои чувства дальше говорю, а вот вы бы с ним встретились, что бы ему сказали? А я не могу встречаться с такими людьми! У меня слабый характер! Я просто бы увидел его, мог упасть и плакать, и плакать, больше ничего не мог бы сделать! Я с одним отступником у баптистов был, Саблин Яков Федорович, ему уже под 90 лет было! И он написал там брошюру против баптистов, и приехал знакомый его, и меня повел туда, с Украины, с Мелитополя! Николай Несторович Молчанов! Ну, я его видел, какой он, какой могучий старик, и как он верил, как что, и как он в грехе запутался! Грех нарушения седьмой заповеди, и потом его власти подцепили! Я не мог разговаривать в комнате его! Я ушел в другую комнату, упал на колени, и плакал, и плакал! Я видел, как падший хирурвим с неба! Это у Лермонтова есть стихотворение, не стихотворение, а поэма «Демон»! Это страшная история падения с неба демона, и когда ангел утешал Тамару, а в это время демон пришел, чтобы соблазнять ее, и он слышит то пение, которое он там слышал, может быть, миллионы лет слышал-то! И ныне возле кельи той, насквозь прожженный виден камень, слезою жаркою, как пламень, нечеловеческой слезой! И, говорит, слеза тяжелая катится, он все вспомнил, кем он был! И вот я думаю, вот ушел мусульманство, и сегодня Пасха будет, нельзя поприветствоваться, нельзя сказать, хоть какая она бы не была религия, буддизм, что-то новое придумали, Но если нет воскресения из мертвых, вообще, а для чего тогда жить? Потому, если Христос не воскрес, то будем брать от жизни все, а что все-то? А чтобы обернулся, толпа голых женщин была и куча бутылок выпитых, это все? Если Христос не воскрес, если нет воскресения из мертвых, то и Христос не воскрес, вот как Павел пишет. Поэтому воскресение мертвых есть, и в него верят мусульмане. А что Христос воскрес, не верят, он, говорит, просто взят был на небо, они признают, что это пророк, с благоговением его имя произносят, но это не наш Христос. Наш Христос взял грехи на себя, наши грехи. И вот этому священнику я бы только одно успел сказать, тебя и поприветствовать нельзя, ты же не веришь, что воскрес спаситель. А стоял, молился, приветствовал. Вот что самое-то главное, ничего не надо говорить, что прощения грехов-то нету. Вот они собираются, молятся, там мусульмане и другие, все дружные такие. Я у них в мещете молился, в мещете. А воскресения нету. Воскресения Христова нету, не нашего. Они верят, что люди все воскреснут. И древние египтяне верили, мы верим, что на землю сошел Сын Божий для того, чтобы взять грехи мира на себя. 5.8, первое послание Иоанна, он пишет, для того-то явился Сын Божий, запятая, чтобы разрушить дела дьявола. Для того-то явился он. А у них этого нету, ни у кого, в мировой религии нигде нету. И что интересно, иудеи, иудейская у нас религия, это оттуда мы взяли, от евреев, откровения о Боге, Христос-то еврей. То они празднуют субботу, по сегодняшний день. А христиане воскресения, это первый день недели, первый, то есть творю все новое, все новое. А они застряли на том, а мусульманство Пятису празднует. Вот даже это и то говорит, то есть, кто за кем стоит. Христианство верит в восьмой день, он одновременно и первый день. Новое творение, творение человека. Я умер за тебя и кровь свою пролил. Страдания на кресте тебя я искупил. Я жизнь отдал тебе, а чем воздал ты мне. Все наши песнопения, все основано на любви Божией. Любовь. Они знают гнев Божий, справедливо знают, там, другие религии. Но они не знают любви Божией, явленной в Иисусе Христе. Поэтому, если кто не знает наши ресурсы, просто зарядите. Православный форум Игнатия Лапкина. Зарядите в Гугле, в Яндексе. И там зайдите на Пасху. Я вам сейчас помолимся, на первое место вытащу этот ролик. Там столько всего, там проповедей Иоанна Златоуста, патриарха, как говорят они, в храмовое служение. Обязательно сегодня в ночь, кто может, пойдите в ближайший храм. Там все-таки, как Златоуст говорит, как бы ты ни молился один, а здесь сон ангелов поют, воспевают. Вот немного, сейчас я и прочту о том, чтобы мы понимали, о чем считается. Это о слове, о русском языке. Неудивительно, что самим хранителем тайн принесения жертв в богослужение Христос сказал. «Ваш отец дьявол, почему не понимаете речи моей?» Восьмая глава Евангелия от Иоанна, 44 стих. «Ой, если бы наш русский народ нашел для себя уже переведенное Слово Божие до 1917 года!» Для народа-то не дошла эта книга. Состояние священства архиереев было такое, что они противились канонизации Серафима Саровского. В России же, когда профессор Прутеерей Павский, Герасим Петрович, перевел для студентов Духовной Академии почти за 30 лет. Вот какая работа была проделана. Ветхий завет, чтобы в Академии студенты могли понимать смысл писания. Даже и смешно, и страшно. Студенты не семинария, а академии. Они не понимали, и он перевел им. Такие у него знания были. Вот у нас есть сейчас Библия, да вот в ней Псалтырь, Евангелие от Матфея, это он перевел. И студенты налитографировали, ну как на Ксероксе тогда называлась разная эра, налитографировали 500 экземпляров. И о том узнало церковное начальство. То все экземпляры были изъяты и сожжены. И на профессора пришла беда. Смотри, страница 161 Библия Гетца. С великим, могучим русским языком оказались самыми несчастными в мире безязыкими. Безязыкими. Не случайно Афанасий Великий говорит, что сколько пользы может принести церковь святая ненаученная простота, то столько же и вреда, не умея по ненаученности встать на защиту истины перед еретиками. Это опять же про нас, безгласных рабах и рыбах православных. Христос пришел для всего земного шара. Третья книга Ездра 11.32. Исайя 40.22. Иов 26.17. Это я беру из своей книги к истинному православию. Это давно уже написано, может быть лет 15 назад я написал, а так и называется. Христос пришел для всего земного шара. Согласно житии святых, первому веку было посвящено... Так, примеры на слух возьмите. 74 жития из книг Дмитрия Ростовского. Во второй век 56, почему-то меньше. Третий 169. Четвертый век 301 житие. Монашество возникло. В пятый 89, в шестом 65, в седьмом 35, в восьмом 41 житие. В девятом веке 69, в десятом 32, в одиннадцатом 30. В двенадцатом веке 33, в тринадцатом 20, в четырнадцатом 28, в пятнадцатом 36, в шестнадцатом 35, в семнадцатом 30, в восемнадцатом 15, в девятнадцатый век. Девять житий. Итого 1167 житий. И все спасались благодаря благой вести на родном языке. Вот эти данные, я даю, их нигде больше нет. Нет, это я насчитывал, знаю, симфонию составлял. Эти данные, ну, просто нет нигде. Христос пришел к своим, и свои его не приняли. Говорят, тысячелетнее царство, там то другое, это Ян, а первая глава, одиннадцатый стих. Мы прочитаем для себя послание апостола Павла к евреям, 2.14. Он говорит, и как дети, то есть мы его дети, причастны плоти и крови, мы состоим из плоти и крови, то и он воспринял он ее через Дух Святой Деву Марию, дабы смертью своею лишить силы имеющего державу смерти, то есть дьявола. Сегодня Христос во гробе. Я считал, как один митрополит, его прямо называют, он очень много проповедей говорил. Я вышел, его проповедь была такая на сегодня. Христос умер. Будем плакать. И склонился на колени. Не рыбаки, кочегары, сторожа, плотники распяли Христа, первосвященники, тогдашние патриархи, папы, епископы, пресвитеры, попы, диаконы, и родоначальники всех ересей в Церкви Христовой, и трехязыковой, и четырехязыковой ересей опять же были именно священнослужители, пресвитерарий, архимандрит Евтихий, патриархной истории. И каждый вел куда-то свою паству, скрывая истину. Отгородились толстыми дубовыми иконостасами и не знают, не видят, во тьме ходят. Что случилось? Отчего Церковь и мир ничем не отличаются друг от друга? Патриарх Никон говорил, я коростовал, и вы вместе со мной коростовали за мое небрежение. Миллионы погибших дух вопьют и возопьют с жалобой ко Господу, сидящему на белом престоле, что священники скрыли от них благую весть. Потому они и погибли. Мы лишь жалкая пародия на первых христиан, карикатура. А священники не служители слова часто, а требоисполнители по потребе мира, для которых крещение – это мощение лбов, венчание – лишь еще одно шоу, мирская забава. Иов говорит 21.5. Книга Иова. Так сумели замуровать живое Евангелие, что для священников, табакуры, пьяницы, уголовные преступники – все это готовые христиане, без изменений их жизни. Просто хорошие мужики. Иов 28.21. Правды твоей не скрывал в сердце моем, возвещал верность твою и спасение твое, не утаивал милости твоей истины твоей перед собранием великим. Псалом 39.11. Странники на земле, не скрывай от меня заповедей твоих. Псалом 118.19. Бог запрещает скрывать единую букву – йоту. А здесь скрыли всю Святую Библию, отняли любящего и любимого Бога, Отца, Учителя. Священники и пророки спотыкаются от крепких напитков, побежденный вином, обезумели от секеры, то есть от водки. Введение ошибается, в суждение спотыкаются. То есть что? Играют в казачество, в монархию, в демократию. Все столы наполнены отвратительной блевотиной. Нет чистого места. И кто? Священники и пророки сидят за столом. Исайя 28.7.11. Нет языка и нет наречий, где не слышался бы голос их. Псалом 18.4. Как же мы слышим каждое собственное наречие, в котором родились? Деяния 2.8. И во дни Артаксерса писали Бешлам, Мефридат, Табеэл и прочие товарищи к Артаксерсу, царю персидскому. Письмо же написано было буквами сирийскими на сирийском языке. 1 Езра 4.7. И послал во все области царя письма, писанное в каждую область письменами ее и каждому народу на языке его, чтобы всякий муж был господином в доме своем. И чтобы это было объявлено каждому на природном языке. Вот что надо помнить. Чтоб подкаблучников не было. Дальше я оставлю до следующего, если Господь позволит. Это у нас будет уже на вечером воскресенье. Вот я пока это скопирую и уберу. Вот такое небольшое вступление. За молитвы святых отец наших, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш! Слава Тебе, всяческих ради! Слава Тебе, Боже наш! Слава Тебе, всяческих ради! Слава Тебе, Боже наш! Слава Тебе, всяческих ради! Боже, очисти мне грешен, века не коллиже благое сотвори их пред Тобою. Но избави меня от лукавой, да будет мне воля Твоя. Да неосужденный отверз за уста мои недостойный, восхвалю имя Твое Святое, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и пресно и во веки веков. Аминь. Царю Небесный, утешителю души истинные, и живи с Десы, и вся исполняя сокровища благих и жизни подателю. Приди и вселись, овны, и очисти мне от всяких скверных. И спаси, блажь и души наша, Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и пресно и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наше имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и пресно и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже исти на небесе, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, як он на небесе и на земле. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, як же и мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от мука в огонь, ибо Твое есть Царство, Сила и Слава во веки. Аминь. Восставши от сна, припадамте блажь, ангельскую песню пеемте сильной. Свят, 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 аси Божия, Благородицу и помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Отодрая сна, воздвигнуйся, Господи, умой, просвети и сердцем, снимай и отверзи. Моя же песня, Тесвятая Троица, Свят, 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 аси Божия, Благородицу и помилуй нас. И ныне и присно, и во веки веков, аминь. Внезапно Судия приидет, и кое-гоже деяния обнажаться, но страхом зовем полунощи. Свят, 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 аси Божия, Благородицу и помилуй нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. От сна восстав, благодарю Тебя, Всесвятая Троица, ко мне, ради Твоя благость и долготерпение, не прогнелся на меня лениво и грешно, не погубил меня со беззаконием моими, но человеколюбствовал и си обычный, и в нечаянии лежащего воздвигал меня и си, Твоя же утреннике, славословите державу Твою, и ныне, Владыка, просвети мои още мысленные, отверзи мои уста, поучайтесь со словистем Твоим, и разумейте заповеди Твоя, и творите волю Твою, и пейте Тя во исповедание сердечное, и воспевайте всесвятое имя Твое, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков, аминь. Приидите, поклонимся, Цареве нашему Богу, Приидите, поклонимся, Христу, Цареве и Богу нашему, Приидите, поклонимся и приподем к самому Господу, Иисусу Христу, Цареве и Богу нашему. Как все ненадежно. 104 Псалом Славьте Господа, призывайте имя Его, Возвещайте в народах дела Его, Воспойте Ему и пойте Ему, Поведайте о всех чудесах Его, Хвалитесь именем Его Святым, Да веселится сердце, ищаще Господа, Ищите Господа силы Его, Ищите лица Его всегда, Воспоминайте чудеса Его, Которых сотворил, Знамения Его и суды уст Его, Вы семья Авраамова, Рабы Его, Сыны Иакова, Избраны Его, Он Господь Бог наш, По всей земле суды Его, Вечно помнит завет свой, Слово, которое заповедовал в тысячу родов, Который завещал Аврааму, И клятву свою Исааку, И поставил Туякову в закон, И Израилю в завет вечный, Говоря, Тебе дам землю ханаанскую, Вводил наследие Вашего, Когда их было еще мало числом, Очень мало, И они были пришельцами в ней, И переходили от народа к народу, Из царства к юному племени, Никому не позволял обижать их, И возбранял о них царям, Не прикасайтесь к помазанным моим, И пророкам моим не делайте зла, И призвал голод на землю, Всякий стебель хлебный истребил, Послал перед ними человека, В рабы продан был Иосиф, Стеснили оковами ноги его, В железо вошла душа его, Доколе исполнилось слово его, Слово Господне испытало его, Послал царь и разрешил его, Владитель народов и освободил его, Поставил его господину над домом своим, И правителем над всем владением своим, Чтобы он наставлял вельмож его По своей душе, И старейшину учил мудрости, Тогда пришел Израиль в Египет, И переселился Иаков в землю Хамову, И весьма размножил Бог народ свой, И сделал его сильнее врагов его, Возбудил в сердце их ненависть Против народа его, И ухищрения против рабов его, Послал Моисея, раба своего, Аарона, которого избрал, Они показали между ними слова знамений его, И чудеса его в земле Хамовой, Послал тьму и сделал мрак, И не воспротивились слову его, Приложил воду их в кровь, И уморил рыбу их, Земля их произвела множество жаб, Даже спальни царей их, Он сказал, И пришли разные насекомые, Снипы по все пределы их, Вместо дождя послал на них град, Палящий огонь на землю их, И побил виноград их, И смоковницы их, И сокрушил дерева в пределах их, Сказал, и пришла саранча, И гусеница бесчисла, И съели всю траву на земле их, И съели плоды на полях их, И поразил всякого первенца в земле их, Начатки всей силы их, И вывел израильтян серебром и золотом, И не было в коленах их болящего, Обрадовался Египет и шестью их, Ибо страх от них напал на него, Простер облаков по кровьям, И огонь, чтобы светить им ночью, Просили, и он послал перепелов, И хлебом небесным насыщал их, Разверз камень, И потекли воды, Потекли рекою по местам сухим, Ибо вспомнил он святое слово свое, Коврааму, рабу своему, И вывел народ свой в радости, Избранных своих весельей, И дал им земли народов, И они наследовали труд иноплеменных, Чтобы соблюдали уставы его, И хранили законы его. Аллилуйя! Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, И ныне и пресно, И во веки веков. Аминь! Аллилуйя! Аллилуйя! Слава Тебе, Боже! Аллилуйя! Аллилуйя! Слава Тебе, Боже! Аллилуйя! Аллилуйя! Слава Тебе, Боже! Господи, помилуй! Господи, помилуй! Господи, помилуй! Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, И ныне и пресно, И во веки веков. Аминь! Аминь! Много милостивый и всемилостивый Бог мой, И Господь Иисус Христос, По Своей многу любви Сошел на землю И воплотился, чтобы спасти всех. И снова, Спаситель, Спаси меня благодатью Твоею. Молю Тебя, Ибо если по делам спасешь меня, То ты не будешь благодатью и даром, Но более делом. Ей многие щедроток И неизлечены милости, Ибо Ты сказал, Что верующий в меня жив будет И не увидит смертью в веки. Итак, Если вера в Тебя Спасает отчаявшийся, То верую, Спаси меня, Ибо Ты Бог мой и Создатель. Вера же вместо дела Доменится мне, Боже мой, Потому что совершенно не найти Дело правдующих меня. Но эта вера Да будет превыше всего, Да ответит за меня, Да оправдает меня, Да явит причастника Слава Твоей вечной, И да не похитит меня Сатана И не похвалится Слово, Что оттверт меня От Твоих руки оградой, Ну или хочу, Спаси меня, Или не хочу. Христос мой Спаситель, Поспеши скорее, Скорее, Погиб я, Ибо Ты Бог мой, Очарив Матери моей. Сподобие меня, Господи, Возлюбить Тебя Теперь та же, Как возвел Ко своей тайной грех, И чтобы снова Потруиться для Тебя, Без лени, Усердно, Как прежде Потруился Сатане Прещающему. Особенно же Потружусь для Тебя, Господа и Бога Моя Иисуса Христа, Во все дни жизни, Ныне всегда, Веки веков. Аминь. Аминь. Святой Ангел, Поставь меня хранить Мою бедную душу, Несчастную жизнь. Не оставь меня, Грешного, И не отступи от меня За невоздержание мое. Не дай возможности Злому демону Починить меня себе Преблагаданию Тво смертного тела. Возьми крепко Несчастную И опустившуюся Руку мою И выведи меня На путь спасения. О, Светлый Ангел Божий, Хранитель и покровитель Беды в душе и тело, Прости мне все, Чем я скорбил Тебя Во все дни моей жизни. Если я чем согрешил Прошедшую ночь, Защити меня Настоящий день И сохрани меня От всякого искушения Вражеского, Чтобы мне Не прогневать Бога Никаким грехом. И молись за меня Господу, Чтобы Он Утвердил меня В страхе своем И сделал меня Рабом Достойно Своей милости. Аминь. Аминь. Пресвятая Владычица Моя Богородица Своими святыми Всесильными молитвами Отгонит меня Смиренно У несчастного Раба Твоего Уныние Забвение Неразумие Нерадение Удалися скверные Лукавые И хульные Помысы Зыканное сердце И помраченного Ума моего И погаси Плоемость страстей Ибо я у Бога Несчастен Избавь меня От многих Пагубных Воспоминаний И помыслов И освободи меня От всяких Злодеяний Ибо Тебя Благословляют Все роды И причистое Имя Твое Славится Во веки Вечное Аминь. Аминь. Молите Бога О нас Святые угодники Божие Игнати Владимир Никита Надежда Ибо мы усердно К вам прибегаем Скорым помощником Молитникам О душах наших Благородица Дева Радуйся Обраданно Мария Господь С Тобою Благословена Ты в женах И благословен Плод Дочерева Твоего Яко родила Иси Христа Спаса Избавителя Душам Нашим Непобедимая Божественная Сила Снага Животворящего Креста Господня Не оставь Меня грешного Уповающего Спаси Господи Люди Твоя И благослови Достояния Твое Победа Насопротивная Дару И Твое Сохраняя Крестом Твоим Жительством Спаси Господи Помилуй Отца Мого Духовного Родителей Сродников Благодетель Митрополита Илариона Епископа Эптихи Вениамина Агафангела Диамида Тихона Антония Священная Рея Акима Павла Геннадия Сергия Василия Иоанна Михаила Наума Кирилла Амросия Владимир Андрея Максима Владимир Дьяконов Евгения Александра Михаила Андрея Епископа Максима Сергия Кирилла Венедикта Франциска Корнилия Александра Деодора И весь священнический И высшие Истинные Служители Миссионеров Христианам Язычникам Иудеям Мусульманам И буддистам И нам Да еще Священника Если угодно Тебе Смири Власти Воинств Твоих Под крепкую Руку Твою И через них Сотвори Благое Церкви Твою Владимира Дмитрия Александра Дональда Рамзана Петра Александра Эрдогена Амана И даруй Мир Израилю Россию Украине И Сирии Где война Идет Но мужчина Сынить Это мирное Время И приготовь Земли Сию К великим И страшным Испытаниям Грядущим На всю Вселенную Аллилуйя Слава Тебе Господь За прошедшую Ночь Что жизнь Нашу Продлил И разум Сохранил Дай нам Желание Трудиться Обнаружить И умножить Наши таланты Дарованные Тобой И для всего Пошли нам Добрых Помощников Наставников И советников И сохрани Нас здесь Исселение Наши От пожара От воров От нечистой силы Потопления И живущих там Виктора Андрея Игоря Игоря Серафимов Алексея Иосифа Романа И пришли Добрых Жителей Здесь И сохрани Школу Аллилуйя Слава Тебе Боже Наш Слава Тебе Спаси Помилую Татьяну Наталью Игоря Марину Виктора Сергея Севастьяна Людмилу Нину И решив Пределы Общины Найди Новые Души И всех Побуди На благовестие Аллилуйя Спаси Помилуй Дмитрия Марину Щадо Валентину Алексея Валентину Надежду Дмитрия 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 Олега Алексея Александра 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 Михаила Нину Анну Юрия Георгия И всех С кем мы Познакомились Кому возвестили Слово истины Твоей Аллилуйя Благослови Нас дожить И в радость Встретить Пасху Христову Христе Божий Наш Возри На врагов И их Примири С нами Да Воссияет И для них Свет Истины И просвети Их Помраченный Злобой Разум И в судный День Непоминим Их Безумие Аллилуйя Благослови Господи Благодетели Наших Елену И Евгению Евгения Наталью Максиму Владимиру И всех Знающих Слово Твоё Навести Аллилуйя Простри Твою Десницу На помощь Исцеления Болящему Дай силу Всё Перенести Сергея Алексея Александра Александра Анну По имени Игоря Калерия Акелина Мария Валентина Знаешь Каждую Душу Помоги Господи Избави От пьянства Павла Михаила Андрея Владимира Александра Игоря Аллилуйя Путешествующих Найди Раиса Ульва Отступник От Николая Михаила И всех Ты знаешь Господи Не дай им Погибнуть В ожесточении Сердце И дай Всё наше Родство Ивдахия Валентина Ирину Татьяну Марку Нину Ольгу Елену Марину Татьяну Аллилуйя Слава Тебе Боже Наш Слава Тебе И Сохрани Правителя От покушения На них Господи И Нас Помилуй Милости Господи Иисусе Христе Сыне Божий Помилуй Нас Господи Иисусе Христе Сыне Божий Помилуй Меня Грешного Слава Тебе Наш Бог Иегова Амбва Амбва Отче Свят 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 Господь Саваов Вся земля Полна Слава Его Аллилуйя Слава Вышья Богу На земле Мир В человеках Благоволения Благодарю Моли Моли Благодарю Иисусе Христе Чудотворец Образ Кротости Воздержания Добрый Архипасты Моли Бога Анас Аллилуйя Молите Бога Анас Святые Пороки Божии Порок Илья Илисей Иох Моисей Самуил Аарон Ио Авель Но Иосиф Патриархи Исайя Иеремия Варух Иосиф Иосиф Ио Агей Сапония Захария Малахия Давид Нафан Данил Отрок И пророк Михей Авраам Исаак Иаков Да исполнит Господь Духом Пророческим Церковь Свою Дабы День Прихода Того Нашего Отшествия Не застал Нас Неготовыми Но Чтобы Вышли Навстречу Тебе С горящими Светильниками Истинной Веры И сосудами Полными Иле Добрых Дел Соделанной В Духе Святом С любовью Аллилуйя Молите Бога Анас Святые Ангелы Архангелы Херувим И Серафим И все Небесные Силы Престолу Божию Предстоящие Святые Апостолы Петр И Павел Ингелисты Матфей Марк Лука И Иоанн Да дарует Господь Нам жажду Исследовать Священное Писание Ибо Через них Мы думаем Иметь Жизнь Вечную А они Свидетельствуют О Тебе Молите Бога Анас Святые Мученики И мученицы Игнатий Богоносец Поликарп Смирский Иустин Философ Космай Идамиян Андрей Стартилат И Ирон Мученик Клемент Римский Клемент Анкирский Анфим Ником Идийский Георгий Победоносец Пантелеим Сорок Святых Мучеников Царь Николай Святое Царское Семейство Владимир Винамин Иосиф Борис Иглеб Молите Бога Анас Да укрепит Господь Терезаложное Воспитание Аллилуйя Молите Бога Анас Святые Отцы Василия Великий Григорий Богослов Ян Златоус Афанасия Великий И прем Сирин Антоний Макарий Антоний Феодосий Корнили Ио Сергий Радонский Стефан Пермский Серапим Саровский Ян Тобольский Ан Кронштадтский Ан Шанхайский Кирилл И Мефодий Иннокенти Николай Макарий Алтайский Филарет И все Перевозчики Священного Писания Молите Бога Анас Да сохранит Нас Господь В Святой Православной Вере А замысли Ветяков Разруши И разбей Вничто Преврати Аллилуйя Молите Бога Анас Святые Жены И Девы Феклы Первомущеница Патина Самарянина Феврония Вера Надежда Любовь Матерь Наталья Адриан Варвара Екатерина Перепятую Татьяна Ирина Ольга Елена Нина Мария Магдалина Мария Египетская Прискила Акила Андроник Юник И Прияна Устина Да дарует Господь Послушание И молчание Женам И Девам И сохрани От всяческого Поругания Аллилуйя И справ Непокорилась Галина Семейство Евгений Надежды 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 Светланы Марии Раисова Марина Галина Галина Людмилы И Анны И нас помилуй Милости Твоя Ради Ибо Ты Благо Человеколюбий Самей Господи Прими Наши Молитвы И воздияние Рук Как жертву Вечернее Благоухание Приятное Перед Престолом Благодати Твоей Владыкой И соедини Нашу Молитву С молитвами Всех Святых Молящихся К Тебе На небе И на земле Боже Услыши молитвы Всех И исполни Молящихся О нас Во благо Нам И прими Нашу Молитву Владыка О всех Заповедавших Нам молиться О них Спаси И помилуй Аллилуйя Говори Господи Владыка Слушай И дослышит Раб Твой Аминь Доброе утро Так Мы Утром Готовим ролик События дня Я Сергея Попрошу Не отключайте Кто хочет Сам себя Пускай Отключает Сам себя Мы сейчас Прервем И минуты Через полторы Две Включим Снова Очень важное Событие Интересные Такие события Были вчера Кто пожелает А нет Значит Отойдете И мы увидим Что погас огонек Но каждый Чтобы одновременно Все вышли Так не бывает А вчера раз И ни одного Нету Кто-то Сумел У кого-то Рычаги В руках есть Так На этом Все Сейчас я Отключаю А потом Включу